Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Смотрите, как классно сказано Давайте вместе скажем Окружаешь меня радостями избавления 3-4 Смотрите, какой красивый русский язык Ты окружаешь меня радостями избавления Посмотрите на меня Я показываю еще раз Ты окружаешь меня Окружаешь Давайте это слово скажем Окружаешь меня радостями избавления Стоп, знаешь, что он в плохой ситуации находится, да? Ему избавление нужно Но он говорит Он говорит, мое окружение наполнено радостями избавления У тебя нет денег? Что такое радость избавления? Ну-ка Что такое радость избавления, когда у тебя нет денег? Хорошо, у тебя долги Что такое радость избавления? У тебя болезнь Что такое радость избавления? У тебя обида Что такое радость избавления? У тебя нет друзей Ты одиночка Что такое радость избавления? Ты окружаешь меня, Господи Радостью избавления вау мощно вразумлю тебя наставлю тебя на путь по которому тебе идти говорит господь буду руководить тебя ока мое над тобой остановимся 8 стих это бог говорит первое в разу давайте слово это вместе скажем смотрите на меня вот смотрите в разумлю он повлияет вначале на что вот здесь начинается корень наших проблем он говорит смотрите стихом выше окружаешь меня радостью избавления он продолжает теперь бог говорит чтобы получить радость избавления надо первый пункт не разумлю тебя второй пункт на наставлю тебя на путь выберу траекторию вначале в мозгах потом траектор так как смотри вот так вот представьте что-то у меня лазерный луч впереди куда идти вот по проходу раз у меня посадок выбрал мне путь наставлю тебя на путь по которому тебе 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 не мне тебе идти многие люди готовы свидеть пусть господь меня несет он вразумит и наставит на путь за тебя он идти не будет поверни соседу скажи за меня он идти не будет аминь он не собирается вместо тебя идти он не собирается вместо тебя вместо тебя топать ты должен топать все равно работать тебе на меня смотрите милые мои что же вы там смотрите вы прочитаете это я вам отдал навсегда не забыть не бойтесь возьмите одну копию здесь несколько человек не могли получить на ксероксе намножьте если лишнее есть вот здесь не опять человек все время руку держит мне нужно чтобы им дали здесь лишним вот у тебя лишних молодой человек вот организатор стоит у него 20 штук да и держит а это другое уже да а это другие у него там вещи вот еще есть передайте туда народу божьему итак смотрите слова ты окружаешь меня радостями избавления радость избавления это не просто бог дал мне радость аллилуйя я спасел все хорошо все равно все равно все будет умру и все равно хорошо нет радость избавления то что то больше радость избавления давайте скажем это слово еще раз радость бог что-то сделал когда ты можешь прийти жене сказать классно я на работу хорошую строился теперь буду получать тысячу долларов когда ты можешь прийти сказать бог бог меня исцелил у меня желудок болел не болит слава богу когда ты можешь сказать вау жена мы 10 контрактов заключили по двадцать тысячу двадцать тысяч долларов каждый радость избавление придешь дорогая на следующей неделе заезжаем в новую квартиру как бог благ радость избавление когда ну когда долго дашь когда долго дашь ну что уже устал уже телефон звонит радость избавления когда ты берешь все деньги которые ты должен обмениваешь их надо долларовой купюры целую кучу берешь денег приходишь и говоришь вот долги заберите радость избавления итак я кто желает радость избавления скажи я хочу окей девятый стих инструкция по действию вы разумлю тебя начинается с вразумления начали мозги ищи ищи взрыв корень мозги там где-то что-то у тебя все проблемы там спрятаны тупость глупость бедность одиночество тибилизм длинные волосы там все где-то спрятаны вразумлю тебя потом определю твои траекторию определит траекторию то есть он определит твою линию то есть как бы ну понимаете да когда вот ну представьте что меня кто-то куда мне туда не пройду вот вот такой такой промахнулся откорректирует твой путь он подскажет тебе твой путь куда идти первое даст вразумление потом он подскажет куда идти в разу следующее по которому тебе идти то есть ты уже должен он тебя еще за голову держит ты уже ногами уже готов идти господь я уже иду и он тебя пускает постепенно держись держите ты раз уже начинаешь пошел держи господь держи он тебя корректирует следующее буду что делать он будет тебе подсказывать когда ты вот смотрите первое он с мозгами поработал вразумил потом он даже те от взял и наставлю на путь теперь тебе идти и дальше он говорит я буду руководить ты уже идешь и тебя уже понесло да не чуть ну вроде туда вроде уже уже начинаешь лезть сюда вот и начинаешь уже аллелуйя это уже полезно сейчас я все постойте пусти меня и он году буду руководить тебя и он не туда идешь он меня распускает у меня выводит игорь давай вперед дальше я уже начинаете правильно вы вылавливаете чем я говорю буду руководить тобою бог будет корректировать а если я не туда приду он выведет тебя а если это не мое призвание поймешь если это чужое ничего страшного свое от тебя не уйдет а вдруг не получится я гарантирую процентов на 90 не получится вначале ни у кого не получается начали потом получается вы понимаете да потом получится потом наступает момент когда начинает получаться он будет руководить и дальше он говорит я буду смотреть за тобою ока мое над тобою обведите это стих библии очень хороший стих библии для тех которые ищут путь божий какое мое призвание если ты чувствуешь призвание иди там разберемся какое мой главный лозунг действуй я буду ждать действуй а вдруг я начну делать и пропущу свое не пропустишь главное что то а вдруг я не туда пойду он говорит буду руководить не бойся пойдешь долина смертной тени не убоишься зла как тебя в долину смертной тени занесло не знаю занесло но он горит буду с тобой рядом к врагам приперся накрою трапезу перед лицом врагов твоих я ни в чем не буду нуждаться но меня занесло сюда аллилуйя буду кушать дастархан враги стоят смотрят с мечами а ты сидишь а ты он как накрою еду накрою дастархан еду шикарный стол перед врагами твоими как замруто к буслу а ты сидишь он доброго там даже глаза сделать не бишь барак подожди секунду враг Ты скажешь, какая глупость, враг пришел тебя убивать, да, ты будешь кушать, пока он хочет тебя убить Господь вводит тебя к водам тихим, аллилуйя, радуйся Его жезл и посох успокаивают меня Как посох у пастуха успокаивает баранов Говорят, а что это харизматы такие, вот такие А это его посох успокаивает нас Как вам нравится сегодняшнее собрание, нормально? Похлопай, похлопай Дальше он усиливает И он говорит, ну не будь ты как конь Девятый стих, как лошадь несмысленный Давайте все скажем, лошадь несмысленный Это и шаг по-русски Не будь как лошадь несмысленный Это, по-моему, Бог продолжает говорить Которых челюсти надо обуздывать устой У меня все в жизни отвратительно Лошадь несмысленный, закрой рот твой Ну там же написано Обуздывать устал лошадь несмысленным Как красиво Библия говорит, да? Вау! Как он красиво пишет, смотрите Радость избавления Лошадь несмысленный Повернись к соседу и скажи Я не лошак Вопрос, почему ты действуешь как лошак? Я не думал Так думать надо было Я не знаю, как это так случилось Ну думать надо Ну я просто шел, меня позвали Я подошел, меня били Ну а кто ж тебя просил полночь гулять По улицам в бандитском районе А я не думал Твоя проблема Несмысленный лошак Помолись, меня побили У которых челюсти нужно обуздывать Уздой и уделами Чтобы они покорялись тебе Наши проблемы в наших челюстях Первая проблема Вторая проблема Он заряжает всю атмосферу Ты окружаешь меня радостями избавления Смотрите Много скорбей нечестивому Смотрите, какое благословение для нечестивых Много скорбей нечестивому Грешишь, вот это тебе написано А уповающего на Господа Смотрите Окружает милость Давайте вместе скажем Окружает милость Стоп, опять какие-то окружающие Окружаешь меня радостями избавления А уповающего на Господа Окружает милость Веселитесь о Господе Радуйтесь праведные Говорит, что ты такой радостный? Радуюсь, алё Торжествуйтесь все правильные сердцем У меня вот это место в жизни А что ты радуешься? А вот мне Бог сказал радоваться И все Жизнь веселее Статистику провели Посчитали миллионеров Которые добились успеха Самостоятельно Ни наследство, ни выигрыш, ни лотерея Просто добились успеха Через свою работу Через свое дело Знаете, что выяснили? 90% из них Юмористы с приколами Они любят шутить Подшучивать Приколы какие-то Они все время что-то придумывают Какие-то Они любят страшно смеяться Остальные 10% Такие средние смехотворности И только один Просто вокруг него слишком много веселых было И он преуспел Когда я это услышал Я сказал Вау! Это про меня! Аллилуйя! Если ты только об этом узнал Что успешные люди больше смеются Ну так застась У меня здесь одна сестра в церкви есть Она помогает нам И когда я первый раз видел Здравствуйте Я подхожу И теперь у нее Когда она меня видит У нас игра на шаг Скоро мы заговорим Я еще не разговаривал с ней Но скоро я скажу Скажи хорошее слово Скажи классно 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 Не будь лошеком несмысленным Если ты услышал Что успешные люди радуются Ну заставь себя Ну я не знаю В конце концов Ну купи 30 минут записи смеха Посмейся дома Или проповедь Максимова возьми Ну посмейся хорошенько от души Ну что ты предприми Однажды я услышал Что все успешные люди Встают рано И ложатся рано Я сказал все В 10 часов ко мне Чтобы больше никто не звонил Я уже сплю Я сказал Если успешные люди Ложатся рано И встают рано Точка Я присоединяюсь к ним Я переполз через баррикады Я оставил бедных С той стороны С профсоюзом Я перешел к тем счастливым Которые встают рано И успешные в жизни Все Теперь звоните мне В 5 утра Встретимся Ну как это Да И Не я не готов Да это Конечно Зачем тебе успех Ну ты что конкретно Конкретно Услышал Сделал Не будь лошаком Несмысленным Если кто-то говорит Что он достиг успеха Потому что он встает рано И ложится рано Ну не будь Мои друзья До часу ночи И шачутся И Присоединись к этим скакунам Которые горцевать умеют И рысь Это вам как-то скажут Присоединись к лучшей команде Знаете Говорят Что если взять ребенка И посоединить команду чемпионов Из него вырастет чемпион Если посоединить команду проигрывающую Выиграть Команда окружающая Среда формируется Реальность твоя строится Идем дальше Псалом 138 Там в конспектах у вас написано Псалом 138 Дорогие зрители Я скоро заканчиваю Это важное собрание Иду ли Отдыхаю ли Ты господи Опять это слово Окружаешь меня Все мои пути известны тебе Еще нет слова на языке молем И ты господи Уже узнаешь его совершенно Узнаешь его совершенно Сзади И спереди Ты Объемлишь меня Смотри что он сделал Он окружил свою жизнь Богом Он окружил Господом свою жизнь И получает результат Ты полагаешь на мне руку твою Говорит Твоя рука все время надо мной Дивно Для меня видение твое Высоко Не могу постигнуть его Иакова 3 глава Вот здесь вообще Очень классное место Про Лошаков И возвращаемся к этим 3 глава 6 стих Язык огонь Прекраса неправды Язык в таком положении Находится между членами нашими Что скверняет все тело И Громко 3-4 Воспаляет круг жизни Воспаляет круг жизни Будучи сам воспаляем от гиены Круг жизни Окружение Круг жизни Твой язык Он воспаленный от гиены Он воспаляет круг жизни Он создает катастрофу вокруг тебя Он все сжигает что только может Или строит Знаете меня спрашивали неоднократно И так в чем Из-за чего формируется Буквально когда здесь Ушло с прославлением Я сел и сказал Господь дай мне То что формирует наше окружение И я набросал Возможно пунктов больше Это первое что Господь дал мне Просто в молитве подошел Что формирует твою реальность Что помогает тебе подняться или нет В первую очередь снизу Родители И там сбоку я оставил Место для оценки Пожалуйста сейчас Искренно Каждый для себя Поставьте себе оценку Хорошие ли у тебя были родители Хорошо ли они запрограммировали Воспитали тебя Или плохо А по русской системе Пятерка лучше всего Двойка или единица Хуже всего Если ты считаешь Что родители дали тебе Хорошее наследство Хорошую мудрость Дали тебе Вразумили Направили И ты считаешь Что все классно Ставь 5 Если ты не уверен Ставь 2 Второе Твои слова Наверное второе Из одной из самых важных Твои слова Что ты говоришь О своей жизни Что ты говоришь Общей жизни Что ты говоришь На дождь Что ты говоришь На работе Что ты говоришь Другим Что ты говоришь О своем будущем Какие у тебя слова Позитивные Негативные Вообще Чем наполнен твой язык У многих людей Недоделанные слова Недоделанные Они неполноценные Я одной сестре говорю Ты выйдешь замуж За миллионера Она говорит Нет, ты что Я посмотрел Говорю Тогда ты выйдешь За бедного замуж Говорю Почему Ну я говорю Если ты за миллионера Не выйдешь Тогда кто остался В Казахстане Она постояла Говорит А можно так Чтобы вначале Он бедный был А потом богатый Я говорю Ну что Этих разобрали уже Вот это состояние Я говорю Вау Ты классно выйдешь Замуж Она уже не верит Не Я забыл И ты думаешь Ну да Это ее реальность Как недоделанная квартира Так же Что она не выйдет Замуж нормально Это ее реальность Она Внутри ее жизни Вы улавливаете В чем я говорю Это как пастор Который не верит Что у него в церкви Все будет классно Когда с ним говоришь Как там Лошак или кто Он из той категории Итак Твои слова Что ты говоришь Многие думают Что слова Определяют На самом деле Слова всего лишь Озвучивают Твой внутренний мир Они всего лишь Громкоговорители Твоего внутреннего мира Но они могут Постепенно менять Если ты заставишь Себя говорить Они поменяют Твою жизнь Дальше Слова других О тебе Это очень важный пункт Что Другие люди Говорят о тебе Заставь их Чтобы они говорили О тебе хорошее Убеди их Внуши им Чтобы они говорили О тебе хорошее Попроси их Говорить о тебе хорошее Но что-то предприми Слова других Людей о тебе Имеют сильнейший Фактор Поверьте мне Дайте мне любую аудиторию Если я буду иметь право Говорить с ними По 20 часов в неделю То через год Вы их не узнаете Это будут орлы Потому что я буду Говорить им слова Чем больше хорошее Почему нужно в церковь ходить В хорошую церковь ходить Когда знаете Бывает Придет пастор в церковь Пол церкви Опоздала на собрание Представляете Собрание Начинается в 10 утра Например Половина церкви Опоздала Пол церкви сидит Он выходит Он злой Ну что Сколько будем еще опаздывать А? Те которые опоздали Ничего не пришли Я сколько вам говорил Эти пришли вовремя Я говорил вам Не опаздывайте на собрание Это божье место Бог любит же вас Понимаете? Относитесь серьезно Когда он закончил кричать Он говорит Ну ладно Слава Господу Бог вас любит Те пришли Которые опоздали И дальше все нормально Следующее воскресенье Эти утром проснулись И говорят Пастор говорит Что все опаздывают Че я как этот Прусь раньше всех Чуть задержусь Почему? Он запрограммировал их Если я вам буду Все время говорить Что Сколько можно Пить алкоголя Я уже устал С вами бороться Знаете что здесь произойдет? Эта церковь Наполнится Людьми Которые все время Бросают пить Эксперимент проведем Если я вам начну Говорить на узбекском языке Каждый день Как вы думаете Кем эта церковь Постепенно наполнится? Вы улавливаете Да? Ну почему? Что ты? Твои слова Придят Если я по-китайски Начну говорить Здесь появятся китайцы Вы улавливаете Если я буду говорить Ты успешный Человек Божий Вау У тебя все будет классно Ты будешь скоро миллионером Повернись Соседой Скажи Вот это про меня Если паш Каждый день Говорит Дорогие братья и сестры Я понимаю Вы такие больные Вам всем Каждый день Надо исцеление Ради Христа Я буду молить Господа Чтобы он снова Всех исцелил Вы все такие больные И вот церковь Она болеть начинает Если он говорит Все время Знаешь Кто-то говорит Об исцелении А мне говорят А ты что? А я говорю А я о здоровье говорю Говорит В смысле? Я говорю Нам не очень надо исцеление Нам здоровье надо Исцеление больным надо Мы молимся За исцеление? Да-да-да Но мы говорим О здоровье Наша церковь Здоровая церковь Долгожителей Богатых к тому же Которые собираются Жить долго и счастливо В которых крепкие Семейные отношения Я в такую церковь Хочу ходить Любой скажет такую Что ты говоришь Чем ты заряжаешь ее То и будет Если ты все время Кричишь Что вы грешники Они станут грешниками Наполнится церковь грешниками Они будут Да, это мы Да, мы Они будут каяться все время И ты будешь в конце говорить Все, покаялись И следующее воскресенье Снова каяться будут И снова каяться И снова И ты так заведешь Вы понимаете Очень важно Что говорится в твою жизнь Кто говорит Очень важно Что говорит пастор Дорогие миссионеры Пасторы Что вы говорите В своей церкви Послушайте себя со стороны Вы понимаете Вы понимаете Что Библия говорит Она не говорит И вы бедные лошаки Она говорит Увидел бедного Подай ему Кому она обращается Она не обращается К беднякам Она обращается Ты позаботься О сироте Вдове Ты Которому Бог дал Она обращается К вам Когда я читаю Со страниц Библии Вижу Что Бог обращается Ко мне Вы царственное священство Народ взятый в удел Я избрал вас Не называю вас Рабами Но друзьями Я открыл вам тайну И вы пойдете По всему миру И я буду чудеса Творить через вас Точно так же Ты адресуй послание Воскресное в церкви Замечай Что ты говоришь Улыбайся В церкви чаще Если пастор улыбается Это замечательно Ко мне женщина подходит И говорит Так хорошо Ты приехал Улыбался Реальность Я окружаю эту реальность Я приношу ее в свою церковь Я забочусь о том Что говорит церкви Почему тебя так любит Твоя церковь Кто-то ко мне подошел Говорит Как ты живешь Я говорю Как Он говорит Про тебя столько говорят Таких слов Я говорю Каких Ты что не в курсе Я говорю Только вы что-то странное Говорите Больше никто Все любят меня Бедняжка Я говорю Я искренне говорю Ну а как ты С таким количеством Врагов живешь Каких врагов Я говорю У меня нет никого Он говорит Как Столько людей Тебя не любят Я говорю Где они Я не видел ни разу Дайте мне любого Кто меня любит На 5 минут Он будет дружать Через 5 минут Он будет Говорит Ты мой лучший друг Знаете что Когда кто-то Говорит Я ухожу Все Я ненавижу Знаете что Я ему Каждый год На день рождения Посылаю ему письмо И рисую снизу Такую большую улыбку Я говорю Поздравляю с тем рождением Он говорит Мне никто не поздравляет Кроме тебя Уже 10 лет прошло Он говорит Ты мне все еще пишешь Я говорю На похороны твои Тоже пришлю письмо С улыбкой большой Он говорит Почему ты такой Я говорю Потому что я такой Зачем жизнь усугублять Радуйся Радуйся Как ты преодолеваешь проблемы Просто Вот и все Легко Я чувствую силу Духа Святого Здесь Следующий пункт Что другие говорят о тебе Я в своей церкви говорю Почему люди стремятся к нам Потому что они слышат слова Которые здесь говорит пастор Я послушаю другую проповедь Это как будто Сплошной поток проклятия Он Библию читает И он чуть ли не говорит И поражу тебя Такой-то язвой И дан тебе это Он в своей церкви говорит Представляете что Бог вам даст И вот это тебе дам И вот он никогда не дает выхода Я думаю Господи Как они вообще в его церковь Один заявил Говорит Мы молимся Чтобы в нашу церковь пришли Миллионеры и богачи И мы будем в живое прославление Пусть молодежь наполнит нашу церковь Я говорю А старики? Ну пусть тоже радуется Я говорю Зачем они тебе? Отдай мне их Я тебе деньги заплачу Отдай Они тебе не нужны Ты же глупый Не знаешь Что они основные спонсоры церкви Их любить надо О них заботиться надо Они молятся за тебя Ты живой Потому что они есть у тебя в церкви Ты еще не свалился Потому что они молятся за тебя Они делать нечего Они молятся за своего пастора Я сказал Принимай всех стариков города Господи Дай мне побольше стариков Аллилуйя Говорит Как? Зачем тебе они? Потому что я вижу на них благословение Библия говорит Позаботься о старце Я воздам тебе Ой Господь Дайте мне стариков побольше Дайте мне голодных Я хочу взять их Вы понимаете Я пытаюсь создать для каждого человека Чтобы он себя чувствовал комфортно Благословенно Чтобы новая жизнь Была всегда открыта Для каждого человека Любой потерянный Тупой Урод Чтобы он здесь нашел место И здравый И разумный И богатый И успешный Чтобы все нашли место И они увидели Как здесь хорошо для них Идем дальше Окружение и друзья Все запомните два псалма Псалом первый И псалом сотый Один И псалом сто Поставьте себе оценку Здесь тоже Ставьте оценки Какие у тебя слова Кто тебе говорит хорошо Может быть в твоей жизни Кстати на третьем пункте А тебе никто не говорит хорошо Запиши правду Напиши единицы Никто обо мне ничего хорошо говорит Окружение и друзья Подчас это один из самых сильнейших факторов Вы помните водяной Его подружки Пиявки и долягушки Поэтому он водяной Или потому что он водяной Его подружки И пиявки и долягушки Псалом первый Псалом сотый Говорит об окружении Не положу вещи Выгоню лукавого И так далее Все начинается с того Кто находится вокруг тебя Это сильный толчок Если вокруг тебя слепой Слепой слепого поведет Конец печальный Идем дальше Очень важный фактор в жизни Выбор мужа и жены Если у тебя уже выбран пункт Напиши себе цифру 5 У тебя уже есть жена Все женаты Напишите 5 Здесь разговоров нету А может быть мне другой надо Сгниешь Освобождаю благословение Червями покроешься Кости будут крутиться Глаза вылезут наружу Только подумаешь о том Чтобы развестись Сразу же Волосы начнут вылазить Со всех мест И не возвращаться Придет и говорит Что это со мной? А ты подумал Что развестись надо? Все женатые Поставьте себе Пятерку Один раз и навсегда А что у меня такая жена? Каков муж такая жена? Воспитывай теперь Своего мужа А может мне другой нравится? В ад пойдешь Очень важно Если ты не женат Это и для неженатых Выбрать правильного мужа И правильную жену Если же ты находишься в стадии выбора То есть ты неженатый И ты смотришь на девушек Запомни Некоторые из них Как дрель На дне корабля Ты корабль, а она дрель Фонтанчик А ты там на корабле А она входит Здравствуй, милый Что-то у нас уровень ушел Некоторые из них Как хороший матрос Который помогает тебе Работает Очень Будь внимательным Девушки Посмотрите на этих дебилов Как один отец Дочери своей сказал Говорит За исключением Меня и твоего брата Доченька Все остальные мужчины От дьявола Будь осторожна Он даже Не то что кораблем Он управляет Он своей головой Не может управлять Корабль Первое что он сделает Он его распилит на дрова И шашлык сделает из тебя Будь осторожна Тебе нужен один Единственный Один раз выбранный На всю жизнь Лучше быть одной Чем извините меня Потом сидеть На дне корабля И дырки делать Выход искать Искать Как бы выбраться Из этого корабля Не торопись Мы три месяца знакомы Я все Что все Лошадь не обузданный Несмысленный Что и а Ты думал Нет я люблю Думать начнешь После свадьбы А поздно будет Она уже будет сидеть На твоей голове И делать Или ты будешь У него запряжена В поводскую И он будет Быстрее дорогая Ты Раз бежит Быстрее Я сказал тебе Будьте Очень Внимательны тебе нужен один достойный помазанный огненный живой человек не смотри на трупов ходячих их много у них прыщи у них гормоны не только об одном думать он ни о чем больше думать не может спроси где ты работаешь пойдем посмотрим твою комнату как ты убираешь как ты собой следишь ухты да значит здесь мало что еще ты умеешь у меня еще пластинка круто правда да круто а кто твои друзья о пойдем покажу да вот такие вот привет круто 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 на севере есть олени у них растут этим рога так вот вы этих молодых людей кроме этих рогов понты называются кроме понтов ничего нет взрыв корень смышлен он или нет цепляется в жизни если способность зарабатывать деньги борется ли он за жизнь любит ли он господа что как он церкви поет песни как рыба в аквариуме а как он на молитвенном собрании ходит беги от него ну он какой хороший я вас всех напугал даже жениться нельзя я знаю среди всех них есть один дорогие сестры пожалуйста вперед ищите его парни для вас есть вызов большой в жизни нужно меняться нужно что-то предпринимать в конце концов хватит быть ребенком лошаком каким-то несмысленным хватит быть ослом библия горит бог говорит не будь лошаком подумай вообще кто я куда я иду мне уже 22 что я в жизни сделал чего добился где я был что видел чем я занимаюсь что я знаю кроме понтов рога у тебя дома лежат ничего у тебя нет жизни нужно что-то предпринимать что-то стараться делать учиться образование получать шестой пункт здесь я не стал по приоритетам я просто ставил первое что приходило конечно же время с богом это очень сильно влияет вспомните моисея сколько времени ты проводишь с богом проводишь это время с богом поставьте честную оценку не для меня для себя я не буду принимать там у себя поставьте оценочку единица значит ты желаешь чтобы было много времени пятерка ты проводишь много времени с богом значит хорошо тройка ты ни там ни сям следующее книги и поиск мудрости я об этом говорю могу говорить огромное количество времени но мудрость определяет так много вы способны меня слышать или уже нужно заканчивать мудрость это 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 все когда я открываю библию если вы возьмете соломона это сейчас я просто ковыряю просто я вдруг я вдруг обнаруживаю что я просто без этого жить не могу я открыл просто взял и сразу же стал читать он кричит вам все люди хотят двух вещей они хотят чтобы у них был успех деньги были правильно и чтобы была долгая счастливая жизнь ну согласитесь это нормально или это плохо или вы хотите бедную короткую жизнь кто хочет бедную но короткую жизнь есть один человек который хочет да а кто хочет длинную и богатую жизнь так вот наша церковь выбрала этот путь смотрите мудрость здесь есть место вот у соломона он говорит в одной руке у мудрости богатство а в другой руке долгая жизнь в одной руке долголетие в другой стороне богат потому что она мудрость я мудрый я мудрый да ты начитался много книг да классно теперь ты знаешь что такое долголетие кушай правильную пищу ты будешь жить долго кушай неправильную пищу будешь жить мало но я когда открываю откройте библии пожалуйста сын мой дочь моя 2 глава 1 стих если ты примешь давайте все скажем слово примешь примешь слова мои говорит соломон и сохранишь скажем это слово примешь сохранишь при себе заповеди мои так что ухо твое ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце ухо там наклонить сердце наклонишь сердце к размышлению сердце к размышлению давайте скажем размышлению очень важный пункт сердце наклонить к размышлению если будешь призывать знания давайте все скажем призывать знания и взывать к разуму призывать знания знания я я слишком взрослый я не могу призывать знания я не ребенок но и сказано если будешь призывать знания ты звал хоть раз знания знания приходите в мою голову и а я нет но здесь же сказано если будешь призывать знания давайте попробуем поверить соседу посмотри к нему в глаза и скажи я призываю знания к другому посмотреть скажи взываю к разуму и скажи разум приди ко мне разум приди ко мне ууууууууууууу неплохо получит это Библия ну ты что серьезно воспринимаешь сто процентов Библия серьезно честное слово вот вам крест батюшка прости меня Если будешь искать его как серебра, большинство людей серебро это как деньги, ну баксы, доллары, евро, как угодно, будешь искать его как денег, каждый день ищешь, вот так же знания будешь искать и отыскивать его как сокровище, то тогда уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость и из уст его знания и разум. Десятый стих. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей». Кому из вас приятны знания? Я своим детям говорю, знание очень интеграл, благословенный брат. «Когда знание будет приятно душе твоей». Почему умные книги не хочется читать? Неприятно душе знание. Нам романы давай, полегче, и сериал такой мыльный. А знание еще неприятно. Трудно душе знание, хочется сказать, да? Трудно. Когда знание станет приятно душе, когда знание будет приятно душе, тогда, когда знание будет приятно, когда рассудительность будет оберегать тебя, и разум твой будет охранять тебя. Ты глупостей не будешь делать. Но в начале есть условия. Нужно сделать знание приятным для души и мудрость, чтобы вошло в сердце. Третья глава, первый стих. «Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои да хранит сердце твое, потому что долготы дней и лет жизни и мира они приложат тебе». Тебе жизнь нужна в мире или в войне? Потому что долготы дней и лет жизни и мира они приложат тебе. Дальше очень хорошие слова, не буду говорить. Тринадцатый стих «Благословен человек, который нашел мудрость, не искал мудрость, и человек, который приобрел знание». Давайте скажем «приобрел». По-русски это значит «купить», «купил знание». Четырнадцатый стих «Потому что приобретение ее мудрости лучше». Вместе читаем. Три-четыре. Лучше. Лучше приобретение серебра. «И прибыли от нее больше, нежели от золота». Прибыль пошла. Какое хорошее слово. Приятное слово. Прибыль. Давай три-четыре. Прибыль. Прибыль. Хорошее слово. Мы работаем, чтобы была прибыль, да? Чтобы зарплата была или чтобы прибыль была? Для многих откровений. Когда начнешь работать не за зарплату, а за прибыль, тогда ты станешь богатым. Если ты работаешь за зарплату, это все равно что проклятие. Нужно работать за прибыль. Когда ты будешь работать на прибыль, тогда у тебя зарплата будет расти. Она дороже драгоценных камней мудрость. Ничто из желаемого с тобою. Хочу то, хочу это. Не сравниться с ней. Долгоденствие. Подчеркните этот стих. В правой руке ее. А в левую у нее что? Это Библия. Ну, знаешь, вот я, ну как мой, ну он, лошак. Ну, нужно что-то предпринять. Ну, Библия говорит, что у нее в одной руке долгая жизнь, а в другой руке богатство и слава. Ну, Библия об этом говорит. Ну, что тебе еще надо? Кто тебе еще что должен сказать? Вот, подчеркни это место, напечатай на стене, расклей сто раз. Повтори выученной зусть. В одной руке у нее богатство, в другой долгоденствие и слава, и благословение. Вот, мудрость, ищи мудрости. О, да, как? Пути ее, пути приятные. Если ты будешь ходить путями мудрости, будет приятно в жизни жить. Меня спрашивают, Максим, ты какой человек? Я говорю, счастливый. Когда заходит, обозабоченный брат, что с братом случилось? Да знаешь, жизнь такая, не поймешь ничего. Я говорю, почему не поймешь ничего? Думать надо. Потому что не думаешь, поэтому ничего не понимаешь. Она, дерево жизни для тех, которые приобретают ее, благословенные, которые сохраняют ее. 19 стих. Ведь Господь мудростью основал землю, дети мои, мудростью, Бог мозги и думал. И небеса утвердил чем? Вот это к нам приходит. Разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Теперь мудрость из глаз. Вначале позови ее, там ухо наклони, сердце поверни, там все. А теперь из глаз твоих не упускай. Храни здравомыслие и рассудительность. Какие красивые слова. Здравомыслие. Расхрани, береги, охраняй. Они будут жизнью для души твоей, украшением для шеи твоей. Пятый стих следующей главы. Приобретай мудрость. Уже как команда идет. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого, не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее мудрость, она будет охранять тебя. Люби ее, люби. Не только слушай, говори, смотри. Люби ее, она будет оберегать тебя. Седьмой стих можно почерпнуть полностью. Главное. Мудрость. Приобретай мудрость всем имением твоим. Приобретай разум. Высоко цени ее. Покупайте знания. Приобретай разум. Сколько финансов, процентов ты тратишь на собственное образование? Сколько, какую часть ты отдаешь на собственное образование? Ну и мне уже 40 лет. Вот именно, сколько ты отдаешь? Наверное, сейчас много отдаешь. Слушай, ну ты что, мне на хлеб не хватает? А, наверное, поэтому не хватает на хлеб, что ни разу знания не покупал. И чем дальше, тем хуже. Ты ни разу не покупал умные книги и хочешь, чтобы у тебя было больше хлеба? Друг мой. Ну это же дураку ясно. Что если ты знания не покупаешь, ничего расти не будет. Приобретай знания. Как приобретать? Ну где их берут? Ну у кого знания есть? У кого? У кого? У кого есть? У кого? У умных людей, да? Вот как можно купить знания у умного человека? Умные люди любят писать книги, да? В ресторан. Браво! Пригласи его! Пригласи умного человека и скажи, приходи, пока я тебя накормлю. Ты где обедаешь? Я заплачу. Я посижу, ты мне просто расскажи что-нибудь. Вы улавливаете, чем я говорю? Приобретай знания, приобретай разум. Ищи пути. Знания гуляют, ждут, когда их кто-то купит. Я не буду до конца считать. Сын мой, внимай мудрости моей, преклони ухо, чтобы влезти здравие. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Схрани заповедь отца моего, не отвергай постановления моего. Навяжи их, на сердце твое. Обяжи ими шею твою мудростью. Когда пойдешь, они будут руководить тобою. Мудрость будет руководить тобою. Когда ляжешь спать, они будут охранять мудрость. Когда проснешься, будут беседовать с тобою. Я в последнее время, когда столько книг начинался, я утром встаю в 5 утра, сажусь и начинаю рассудительное знание. Вот все знания, как сколько вложил, я много читаю, много изучаю, много, просто познаю, постоянно. И вот эти знания вдруг начинают разговаривать. Но не то, что рассуждать, рассудительное знание, мудрость ищет. И они, ко мне куча идей приходят. Я думаю, как это, как людям не приходят идеи? Почему? Потому что они будут беседовать с тобою, когда проснешься. А ты во сколько проснешься? А, опознал! Почему? Лег в 2 часа ночи. Ага. Некогда с тобой беседовать, ты слишком поздно встаешь. Храни слова мои, заповеди мои, спрячь у себя. Сокрой у себя. 7 глава. Храни заповеди мои и живи! Учение мое, как зрачок глаз твоих, навяжи их на пальцы твои. Смотри, там сердце, ухо, глаза. И теперь пальцы еще, шею обвяжи, еще на пальцы твои навяжи. Еще на скрижале сердце твоего напиши. Седьмая глава, четвертый стих. Скажи мудрости, ты сестра моя. 3-4. Сестра моя. Я что, с ума сошел? Ну, Соломон говорит, он не сошел. Он говорит, скажи мудрости, ты сестра моя. Но он имел ввиду, вы не сказатели, а ты конкретно? Ты сестра моя. Мудрость. Разум назови своей родней. Скажите, родня моя. Заканчивая свою проповедь. Книги, поиск мудрости, ищи мудрость. Общающийся с мудрым будет... Восьмая. Советы. Нужно иметь правильные советы. Блажен муж, Псалом 1, который не ходит за советом к левым людям. Который не ходит за советом к неправильным людям. Советы очень важный фактор. И последнее. Смирение, гордость. Бог гордым, а смиренным... Благодать это незаслуженные подарки. Еще, может быть, много пунктов можно написать. Я выбрал девять. Я думаю, этого достаточно для начала. Правда, да? Будь смиренным. За смирением следует... Мудрость, богатство, слава, дух Божий, помазание, присутствие. Смиритесь. Бог любит смиренных. Не дебильных. Не смиренный. Нет, нет, нет. Он не говорил про дебилизм. Смирение, это значит послушание. Бог любит послушных. Получили ли вы сегодня что-то? Дорогие зрители, надеюсь, получили и вы так же. Пускай Господь благословит. Это был хороший семинар на тему, как быть успешным. Будьте благословены. Встретимся снова в эфире. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод. Было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословения. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала Синал? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синал, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синал – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем Синал. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке Синал помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Продолжение следует...